Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я продолжаю рассказывать об очень интересном событии, которое проходит в эти дни в Сент-Руисе. Ну а сегодня речь пойдет о втором игровом дне полуфинальных сражений. Сражений на American Cup, американском кубке. Напомню, что начинали от соревнования 8 гроссмейстеров-мужчин и 8 гроссмейстеров-женщин, но поскольку мужской турнир, или как принято говорить, Open Tournament, весьма и весьма сильный, элитный, в нем принимают участие выдающиеся шахматисты, так как о женском этого сказать нельзя, то все наше внимание будет приковано именно к мужскому соревнованию, которое проходит по очень своеобразной системе с так называемым двойным вывыванием, двойным нокаутом. Впрочем, все наше внимание будет приковано сегодня, как и в предыдущие дни, к основному, так сказать, медленному, так сказать, турниру, в котором как раз борьба идет за основной кубок, а не за, так сказать, дополнительный кубок, даже суперкубок, в котором соперники сражаются в быстрые шахматы. Итак, каким было положение после первых партий в полуфинальных сражениях этого соревнования? Леву Дородян сенсационно проиграл Лениеру Домингесу. Ну, может быть, не очень сенсационно, партия была очень интересная, красивая, я ее показывал. А Фабиано Круана не смог ничего сделать с Сэмом Семяном. Фабиано играл белыми. И, в общем, это обстоятельство внесло определенную интригу и во второй матч, в котором, однако, фаворит оставался прежним, а именно Фабиано Круана. При этом, давайте я верну табличку эту, поскольку сразу скажу, что, имея белые фигуры, Лениер Домингес очень уверенно, очень так четко нейтрализовал малейшие попытки Левона Роняна сыграть на перехват. Мне даже кажется, Левон не очень верил в возможность такого исхода. Во всяком случае, с позиции силы Лениер Домингес вынудил ничью. В конечной позиции у Берут была лишняя пешка, но мертвая ничья в окончании. Ну, и ни в один момент, не то что хуже, а даже чуточку... То есть, все время по ходу партии Лениер Домингес имел чуточку лучшее положение. И абсолютно не рисковал. Что касается Фабиано Круана и Сэма Семянов, то вторая партия также закончилась в ничью. Там некоторые приключения были в дебюте, но я не буду показывать, а сразу перейду, так сказать, к решающим событиям, к решающим сражениям, которые развернулись уже на тайбрейке. Тайбрейк, напомню, проводится из двух партий. Из двух партий 10 плюс 5 контроль времени. Но нельзя, не знаю, к чему это отнести. То ли к быстрым шахматам, сверхбыстрым шахматам, то ли к медленному блицу. 10 минут основного временного капитала с добавлением 5 секунд. Такой медленный блиц. Понятно, что качество игры не может быть по определению слишком высоким в этой разновидности игры. И вот первая партия. Белые фигуры были у Сэма Семяна, вторая черная у Фабиано Круаны. И я показываю, что из этого всего получилось. Сэм Семян решил увести игру немножко в сторону. После хода Д4 первого своего, ответа Коня в 6, он сыграл Коня в 3 и затем попытался разыграть, как принято говорить, дебют ферзевых пешек. Ну, ферзевые пешки, потому что я просто этимологию происхождения этого названия пытаюсь как-то так осветить. Стоят пешки Д4 и Д5, которые сделали ход как раз по ферзевым линиям, по линии Д. У белых и черных поэтому это дебют ферзевых пешек. А больше ничего в центр пока что не выходит, ни на той, ни на другой стороны. Они развивают фигуру. Ну, там, конечно, от белых зависит такой выбор. Они сыграли Коня в 3, Слоны в 4. Ну, С5. Тут же Фабиано Круана жестко отвечает контрударом. Хотя, с другой стороны, у белых свои достоинства в этом положении, поскольку Слон уже проскочил ключевое поле Е3 до того, как достала пешки. То есть, Слон стоит на хорошем поле, он прекрасно развит. Конь С6, конь БД2 и конь Х5. Ну, вот я не знаю. Судя по всему, это теория. Во всяком случае, наверняка так до этой позиции партии доходили. И то, что Фабиано Круана, играя черными, имея мало времени, ну, как его соперник, то есть это сверхбыстрый шахмат и медленный блиц, поступает таким образом, свидетельствующая о том, что он, конечно, хотя бы отчасти был к такому развитию событий готов. И что-то тут знал. Слон Ж5, А6, тем более, видите, Ж5. Конь Е5, играют белые. Очень интересно, очень резко. Ну, Слон Ж3 привело бы просто к тому, что черные легко решили бы свои проблемы с развитием. Может быть, не сразу, а постепенно, а может, и сразу забрать бы на Ж3. А тут борьба обретает несколько иной характер, поскольку белые атакуют ферзем коня Х5, оставляя своего слона Н4 под ударом. Ну, и вот после конь бьет Е5, ДЕ, конь этот под ударом, еще раз напомню, он отступает, черные, разумеется, не берут на Х4, тогда ферзь Х5 и у белых очевидное преимущество из-за порченных, испорченных черных пешек. А тут конь Ж7, Слон Ж3, конь Ф5 и Е4. Ну, впечатление такое, что белые кое-чего добились, хотя, может быть, не столь уж многого. Ну, черным здесь стоило, конечно, сыграть ДЕ, перевести игру в окончание, отобрать этого слона за своего коня, слона Ж3, и с двумя слонами черные не пропадут. Конечно, нужно считаться сходом слона на 5 шаг, но аккуратненько как-то защититься, не торопясь, может быть, после удара на Е4 и размена сыграть А6. Ну, конь бьет Ж3, сыграл Фавиана Круана, опять же, это Бритц, по сути дела, Е7, Е6, и вот то, что он сделал, то есть, я имею в виду Круану, видимо, не совсем удачное решение, потому что можно было белыми сыграть просто ферзь Ф3, закончить развитие, уйти в длинную сторону, при случае слон Б5, если белые захотят сыграть, тоже, если дадут черные. Короче, здесь впечатление такое, что у белых получше. Так, хорошее плюс равно. Ну, было сыграно Ф4, более жесткое, более, может быть, интересно, но менее убедительно. Слон Д7, ответ черных, взятие НД5, взятие НД5, ферзь Х5, и вот здесь черные могли фактически перехватить инициативу при такой трактовке. Нужно ли было играть ферзь Х5, я не знаю. Если бы была медленная игра здесь, медленная партия, то, наверное, Фабиано Круану бы, ну, сделал бы этот самый сильнейший ход С4. Выглядит довольно странновато. Идея в чем состоит? Если белые забирают на Ж5, просто взять и забрать пешку. То есть, отдать, с точки зрения черных, отдать такую пешку. То ферзь А5, и черные плюют на свой фланг, а начинают атаку на белого короля. Ну, скажем, даже Ж6, пытаясь добраться до черного короля, вскрыть позицию, но черные отдают пешку Ф7, пожалуйста, берите. Теперь С3, но отступать нельзя, даже на Б3, из-за хода СБ шах, и потом черные пешка доходят до А1. Белые в этом варианте, конь Б3, СБ, и конь ГТ5 забирают черного ферзя, но черные проводят нового ферзя и забирают по дороге ладью. У них останется лишняя ладья, поэтому нужно играть СБ. Теперь ферзь бьет С3, атакованы не только ладья, но и пешка Ж3, например, при ходе слабом. Ну, хороших ходов у белых уже нет здесь. В слабом ходе ладья Д1 следует ферзь бьет Ж3, затем слон Ж4, и черные выигрывают. То есть, вот на ФЖ черные после ферзь А5 развивают контратаку, близкую к решающей. Лучше из блога сыграть слон Е2, но все равно ферзь А5, но ФЖ, тем более, здесь не так хорошо, или вообще плохо, потому что черные уходят в длинную сторону, создают угрозу С3, создают разные другие угрозы, закончить развитие. У них преимущество. В любом случае, даже после хода ферзь С3, с помощью которого белые могут протрубить отбой, или слон Ж4 тоже трубит отбой, тоже у белых хуже. А правильный ход здесь за белых, наверное, если бы так развивалась борьба, если бы С4 сыграл Фабиана Крована, а потом выпрыгнул бы ферзем своим на А5, правильный ход за белых, это С2, С3, тогда ладья Ж8, просто черные уводят ладью из-под ударов всяких ФЖ, пешка защищена, но здесь у черных лишь чуточку лучше. Они могут спокойно закончить развитие, у белых нет позитивного плана дальнейших операций, дальнейшего наступления. Наступление невозможно за них, ладья Д1 лучший ход, ну и белые стоят чуточку хуже. Но С4 не сыграл Фабиана Крована, сделал ход ФБ6, последовала длинная эракировка, и здесь у белых, в общем-то, позиция приятнее. Может быть, оптимальным решением было салон Е2, ну, сыгранным было С3, не будем критиковать этот совсем-совсем даже неплохой ход. Салон С5, черные тоже вроде бы развиваются, причем черные игнорируют возможность взятия на Ж5 со стороны белых. Давайте вот, чтобы убедиться, что это не опасно, что это не очень сильно, возьмем. Тогда черные отвечают салон Е3, и что важно здесь, нельзя взять на А6 из-за ладья бета-6 и подвисает белая ладья. Более там, в Ж6 тоже бессмысленно, из-за ФЖ, поскольку черный ферзь, стоящий на поле Б6, контролирует поле Ж6. То есть пешка отыгрывается, черные могут и не торопиться с этим отыгрышем, там слон Ф5 на слон Е2 сыграет. У черных неплохо, но и у белых тоже. Ну, нельзя сказать, так уж хуже. Вот. Ну, было партии сыгран на слон Е2, поэтому последовало слон Е3, тот же самый план, слон Ж4, но белые пытаются опросить позицию, все-таки, скорее всего, у них получше теперь, вот, когда они не увлекаются осораблением своей структуры пешечной, не забирают на Ж5. Длинная рахировка черных, король ушел из-под связки и слон Берджи 4, ферзь Берджи 4, шах, король Б8 и ходом ладья Е1 белые поддерживали примерное равновесие. Может быть, даже символически получше у белых, не хуже, это точно. Ну, вот, примерно так надо было играть, а Сэм Семян решил сыграть более активно. Ферзь Ф5, кого-то там он атакует, пешку на Ф7, но ход, видимо, не самый оптимальный, хотя, можно так играть. Ферзь Е6, ответ Фавиана Каруана, и оказывается, что уже у черных чуточку лучше, потому что переход в окончание для белых не слишком благоприятен, а с другой стороны, что делать? Только Ферзь С2. Ферзь отступил, теперь взятие на Ф4, белые отдали пешку, фактически, вот таким вот суматошным выпадом Ферзь Ф5. Опять же, критиковать, тем более ругать, как-то осуждать шахматистов за ошибочные решения, принятые им при игре в Блиц или в полу Блиц, контроль, напомню, 10 плюс 5, но как-то рука не поднимается, язык не поворачивается, потому что что? Ну вот кони Ф3, белые как-то консолидировались, на пешку они отдали, вторую пешку отдали, черный играет Ф6, понятно, что белые здесь в этом Блице наделали много ошибок, и позиция у них просто плохая. Но на самом деле кое-что в партии было еще и дальше, интересного, любопытного и неожиданного, могло во всяком случае быть. Ну теперь правильный ход был со стороны белых ладья и 2, не очень хорошо у белых, поскольку пешек не хватает двух, и объективно позиция проигрышная, конь Ф5 решил сыграть здесь Сэм Севян, и последовало ферзь бьет Ж2, забираю и пешку, видимо объективно уже позиция совсем выигрышная, но дальше произошло нечто очень любопытное, конь Д6, и вот здесь конь Д6, ну последний шанс, то есть что-то надо предпринять, в чем хитрость, но если черные заберут на Д6 коня ладью, то потеряется ладья на Е8, ферзь бьет Е8, если они заберут слоном, тогда потеряется все равно ладья Е8, ее возьмет белая ладья с Е1, и белые снова выиграют, ну вот, но у черных был способ форсированно выиграть, как принято говорить в строку, совсем форсированно выиграть партию, для этого нужно было понять, будь это нормальная игра, медленная, конечно же, Февиан Круана бы до этого додумался, а тут он прошел мимо возможности этюдный такой слон бьет С3, угрожает мат на Б1, на Е8 времени взять ладью черных у белых нет, надо играть БЦ, теперь ладья бьет Е1, и ферзь Д2, вот такой вот двойной удар, но ладья висит, это серьезно, то, что пешка висит, почему это может быть серьезно, вот ладья Е8 мало что дает, ну, ладья Д1, давайте сделаем ход ладья Е8, который выглядит заманчиво, но он не очень хорош, потому что черные дают мат в один ход, вот ферзь БЦ3 мало убедительна, а ферзь С1 мат, это мат старше, как принято говорить, всего на свете в шахматах, вот ладья Д1, здесь лучший ход, тогда ферзь БЦ3, отступление, и можно просто забрать на Д6, считаем пешки, у черных сколько? 5 лишних пешек, и абсолютно выигрышные позиции, можно белыми сдаться, так сказать, дым сражения рассеялся, все стало окончательно понятно, то есть С1 БЦ3 выигрывала сразу, а было сыграно место за владея Е7, то есть естественное такое отступление, и здесь начинается немножко не такая простая игра, то есть белые играют на коньбитце 4, отыгрывают пешку какую-то, а живлеж идет легкий, но ощущение такое, что здесь еще есть место для ошибки, со стороны черных, которая сильнейшая сторона, ферзь Ф4 играет каруана, следует ферзь С3, по-прежнему брать на С4 невыгодно, из-за взятия на Д8, поэтому ладья С7, атакуя ладьей коня, конь идет на А3, ферзь Е3, ладья Е1, ферзь С5, конь С2, ну, все равно нехорошо, конечно, у белых, но какие-то надежды могут появиться, вот ферзь С4, чтобы потом забрать ладьей, не разумеется, не пешкой, пешкой связана, там позади нее расположена ладья Д8, который возьмет с лучей ДЦ, белые ладья, поэтому конь бьет Д5, сразу играют белые, вот такой интересный удар, ферзь бьет Б3, взятие-взятие, и ладья А7, всего лишь одна лишняя пешка у черных осталась, но ферзей нет, проходная падение А7, ладья встала позади нее, у черных абсолютно выигрышная позиция, несмотря на то, что материально все это ухудшилось, уменьшилось преимущество для белых, ну, вот были сделаны такие ходы, ну, и, в общем, ничего интересного ожидать уже было нельзя, потому что черные просто надвигают свои пешки, король А2, ладья А6, Б4, ладья А5, Б5, ладья Е5, ладья отступает вниз, ладья Е2, король Б3, ладья Е8, Ц5, ладья Е5, атакует коня, оригеновую пешку Ц5, ладья Д3, ну, кстати, здесь вот, конь БТФ4 можно было сыграть, конечно, вместо этого можно было сыграть конь БТФ4, и возникает, естественно, вопрос, а почему так не было сыграно, не было так поступлено, но фигуры черные выигрывают здесь, они меняют ладьи, ладья с шахом, вот таким вот образом, нужно отступать королем на второй ряд, на А2, потому что если король А4, тогда шах с Е4, и ладья возьмет на Б4, а тут могла возникнуть вот такая позиция, которая, конечно, у черных объективно выигрышная, но не без труда, то есть шансы практически оказать долг, длительное сопротивление у белых были бы, я не думаю, что это изменило бы исход партии, как-то на него повлияло, но конь ЮДФ4 не сыграл здесь Сэм Семян, предпочел ход ладья Д3, но и тут все просто, вперед пешка идет, С6, вот такая вот попытка что-то такое затеять, просто БС, БС, Ф2, С7 шах, король Б7, ладья С1, ладья Е8, ладья Д4, пытаясь дать шах с поля Б4, А5, пресекает возможность, конь Ф6, ладья С8, ладья Д5, ладья бьется С7, размен, нет, вначале шах, конечно, теперь размен, взятие, ну и здесь вот белые сдались, потому что воспрепятствовать прохождению пешки в ферзи невозможно, то есть ничего слишком такого экстраординарного в этой партии не случилось, сильнейший, а Фобиано Круано, конечно, воспринимался как сильнейший, но и объективно он играет, лучше, чем Сэм Семян в шахматы, тут, конечно, специфическая игра, считалось в свое время, что Фобиано Круано очень хорош в медленных шахмат, и совсем не хорош в Блице по сравнению с шахматистами его масштаба, его, так сказать, уровня с точки зрения нормальных шахмат, и Фобиано Круано так средненько играет достаточно в быстрые шахматы, но в быстрые шахматы, видимо, серьезно очень потренировался Фобиано, усилился, вошел в число одного, стал одним из самых сильных шахматистов мира по рейтингу в быстрые шахматы, ну, в молниеносные шахматы, в Блице, конечно, он все-таки не столь силен, но тоже поднаторел, усилился, потренировался, видимо, решив, что вот в ковидные времена, когда начинают, все играли деценционно, онлайн, ну, надо, в общем, в эту игру, в эту игру потренироваться, подтянуть ее, чтобы можно было сражаться и занимать высокие места, даже и в соревнованиях по сети. Вторая партия, она начинается при счете 1-0, в пользу Фобиано Круано, у него были белые фигуры, конечно, при игре в быстрые шахматы, и тем более в сверхбыстрые шахматы, свет, может быть, не играет такой большой роли, как в шахматы медленные, классические, поэтому шансы некоторые у Сево-Семьяна были, отыграться черными, сравнять счет и добиться перехода выяснения окончательного отношения в Армагеддон, но все-таки каруана есть каруана, белый цвет фигуры есть белый цвет фигуры, и как играть? то есть, какой стратегии черному придерживаться, чтобы получить какие-то шансы, затеять затеи, завязать осложнение, и пытаться обыграть даже очень сильного соперника. Ну вот G6, это наиболее такой распространенный метод игры в подобных ситуациях. Сторону вводя в игру, уступаем центр, уступаем отчасти инициативу, ну а потом, как бог пошлет, может быть, удастся поймать соперника на каком-нибудь ошибочном решении. Срун Е3 играет каруана, вроде бы ощущение такое поначалу было, что он решил очень так крепко поставить фигуры по центру, не дать никаких реальных контр-шансов. Ну, с другой стороны, такая стратегия, это бывает зачастую связана с отказом от попыток борьбы за преимущество, и шахматы, да и всякого рода богини, типа фортуны, каисы и так далее, за это иногда мстят. А Фабиан Акурана сделал ход обязывающий G4, как можно понять, именно этот ход он имел в виду в таком, при подготовке общего плана, скажем так, к серьезнейшим соревнованиям, может быть, даже и к панче на первенство мира, если вдруг черные начинают играть вот такую систему у Ителки, даже это не у финцев, не совсем у финцев, вот, G4, то есть вроде бы ослабление, захват пространства, фланга, там H4 можно сыграть, слон может выйти на G2, ну, B5 играют черные, белый слон выводит слона на G2, и что здесь существенно, что B4 не актуально в такой ситуации, белый конь стоит пока что второй на G1 или первую, как хотите, а конь С3 готов уйти на Е2. Ну, слон B7, H4, конь D7, H5, активный, агрессивный план, то есть белые словно бы поставили свои задачи опровергнуть замысел соперника, сказать ему, что, ну, так играть, конечно, черные можно, но ничего хорошего при сильной игре белых это черным дать не может. Взятие на H5, интересное тоже решение, G5, логичное, возражение на ход GH, то есть, ну, если белые берут пешкой, то вроде бы оправдывается идея размена, если взять ладью, то темп для коня в 6 появляется, потом можно H5 сыграть, ну, в общем, и G5, чтобы никакой контргры у черных не было, а пешка H5, все равно никуда, по идее, от белых не уйдет, сильный ход G5, по ощущениям. C5, контрграб в центре, H6, завязка, конь G3, взятие, взятие, слон уходит на H6, ну, и игра белых, и реакции черных на вот идею H5, потом G5, G4, G5 со стороны белых, довольно логичные, то есть, черные подраскрутились, плохо они не имеют, точка этих позиций хуже, но неплохая, неплохая отдельно, плохой не является, вот, ну, Dc можно было сыграть, просто с небольшим, но стойким преимуществом, вот в таком варианте, то, что сделал Фобиан Акаруанов, ферзь D2, опять же, довольно логично, понять его можно, у белых, конечно, не хватает пешки, но они хотят закончить развитие, сделать длинную рокировку, и так далее, ну, отыграть пешку G5, никогда не поздно, а не отыграется пешка, ладно, будем играть по центру, инициатива довольно существенная, связанная с перевесом в развитии, с перевесом преимуществом в пространстве, ну, взятие на D4, ферзь Bd4, конь E5, чтобы перекрыть диагональ, по которой белый ферзь отковал черную ладью, в углу, длинная рокировка, ладья C8, и король B1, ну, вот, понимаете, в ходе этих самых маневров, кое-что изменилось, причем, может быть, даже изменилось, в первую очередь, в нашем восприятии происходящего, у черных формально лишняя пешка, а кроме того, они почти закончили развитие, то есть, даже слон на A6 стоит логично, препятствует вместе с пешкой G5, продвижение F2, F4, а без этого продвижения, невозможно сковырнуть черного коня на A5 сильные позиции, да и вообще, черные фигуры вдруг обрели полную гармонию, и позиции примерно равные, то есть, у белых не хуже, конечно, пусть они даже играют и без пешки, у них хорошее развитие и так далее, преимущество в пространстве, но, и в развитии, да, я, ну, я сказал, в развитии, да, младец A4, тем более, ответ Сема Севяна, но, может быть, это решение как раз не самое удачное, внешне очень так выглядит сильно, заманчиво, эффектно, но, может быть, потому что было сыграть Ф7 и не торопиться, не торопиться, потому что белый Ф отступает, и оказывается, что красивый ход, конечно, ладец A4, атаковали белого Ферзя, но отогнали на позицию, которая как раз для него и предназначена, то есть, белые собираются теперь, угрожают взять на G5, ладья B4, с идеей конь C4, вот, ради чего все это затеяно было, АB3, хотите лезть на C4, лезьте, ну, это и происходит, Ферзь Е2, хотите меняться на Е3, меняйтесь, ну, произошло одно очень важное, и неблагоприятное для черных изменение ситуации, наряду с рядом благоприятное, а именно, неблагоприятное стоит в том, что черная ладья залезла на B4, и может там потеряться, ну, как минимум, это будет связано с потерей качества, ну, на Е3 хочется взять, но тогда разгрузится позиция, и ладья будет совсем опасно стоять, поэтому Ферзь А5, пытаясь оправдать положение этой самой ладьи, но это путь в никуда, и при правильной игре белых, здесь у них просто стало уже выиграно, а не получше там, не неплохо, а просто у белых выигрышная позиция, после естественного хода слон С1, поскольку черные фигуры завязли, ладья на B4, ну, конь на C4, поддерживающий ее, и на королевском фланге тоже непонятно что, потому что никакой игры не может быть у черных, и конь с G8 не может быть эффективно выведен, но G4 играют черные, пытаясь разменять слона, все логично, и белым нужно было не мудрство и лукаво взять на G4, видимо, позиция абсолютно выигрышная, хитрость в чем состоит, что вот в этом варианте у белых есть ход конь F6, то есть, понимаете, не просто из общих соображений, а это блиц, это же не какие-то медленные шахматы, вот играя FG4, ну, вы смотрите, взятие на C1, при взятии на C1 у черных все хорошо, а то, что конь F6 шах есть ход, может как-то утаиться, укрыться от вашего внимания, если конь F6, тогда мат в 3 хода, шах, и потом это уже просто мат черному кролю, поле D7 контролирует за ферзем G4, бежать кролю некуда, ну, поэтому EF, ну, и тут все вообще просто, ладья бьет H8, у черных не более одного шаха подряд на ферзем фланге, конь A3, а угрожает что? Угрожает взятие на G8, причем, видимо, ферзем, ну, например, ладья бьет B3, вот такая более резкая трактовка, теперь уже от мата на B2 белые спастись не могут, если они сами не дадут мат, но они дают этот мат, они бьют на G8, если королю Д7, то мат спит E8, все понятно, а если идти дальше, тогда ферзь бьет F7, потом ферзь D5 шах, потом ферзь D4, здесь, конечно, не мат, но ферзь подавал шахи, черные избежали мата своему королю, но после размены ферзей у черных не хватает двух качеств, причем, еще можно и C4 потерять, ну, можно сдаться, абсолютно безнадежная позиция у черных, то есть, после ферзи G4, видим, белые почти форсировано выигрывают, развивали решающую атаку, так как непонятно, что черным делать, на C1, если не брать, зачем все затеяно, а если взять, тогда конь F6 шах, как мы видели, конь H5 F6 шах, на слон C1, и черный король получает мат, или черные получают эншпиль без двух качеств, совершенно безнадежный, но Фабиан Куран сыграл конь F4, чтобы закрыть диагональ, чтобы ничего не вышло, пешка вроде как подвисает все равно, все равно убил их преимущество, но не столь огромное, E7 E6, все равно большое преимущество, конь D3, ну, идея в чем, вот перевода коня с H5 на D3, чтобы выиграть качество, а может и ладью на B4, ладья некуда убегать, а слон на H6 связан, бить на C1 вроде как нельзя, на H8 и ладья висит, но с рун G7 играет здесь, Сэм Семян, размен, размен, напомню, вот это важно напомнить, и не забывать, что черные, независимо от оценки их позиции, объективной, а позиция плохая, обязаны играть на выигрыш, то есть и ничья их не устраивает, это конечно накладывает отпечаток, на игру в первую очередь черных, но и белых тоже, Ферзь бирж G4, кстати, здесь выигрывал почти форсированно, снова Ферзь G4 был сильнейшим ходом, там конь H6, лучших вот уже со стороны черных, но и он не спасает, потому что Ферзь G5, там слон C2, E5, вот понимаете, гляня на то, что происходит в доске, трудно поверить своим глазам, то есть белые отдали фигуру за просто так, над их королем нависают какие-то, не знаю, тучи, не тучи, но что-то такое нависает, а позиция у белых абсолютно выигрышная, несмотря на отсутствие фигуры, целая фигура, потому что, ну лучших вот слон G2, это понятно, Ферзь G2, как ни в чем не бывало, если теперь конь А3, вот продолжая усугублять, так сказать, ну, делать вид, что вы атакуете белого короля, на самом деле, поле B2 контролируется конем с D3, поэтому опасаться нечего, но, ну, белые просто играют ферзь А8 шаг, и сразу выигрывают, если король D7, тогда конь C5 шаг, здесь почти форсированный мат, взятие на D6, ну, и Т7 совсем плохо, там мат ставится вообще, так сказать, железной рукой, а тут все-таки вроде еще какие-то надежды сохраняются у черных, но надежды тщетные, поскольку по дороге белые меняют направление главного удара, уже играют не на мат, мат не получается здесь, потому что ладья по четвертому ряду контролируют поле G4, и ладья G1, значит, под конь G4, там, или под ладья G4, подставляться, а взяли слона, смотрим, у черных ужасный король, у белых проходная пешка, и материальное равенство, даже у белых лишняя пешка, причем проходная, которая вот-вот станет ферзем, то есть совсем плохого черного, это в случае король D7, тогда напомню конь C5, а если король E7, тогда взятие, затем ферзь H8 шаг, затем ферзь бьет C3, и снова та же самая идея, и почти та же самая позиция, то есть белые тактическим путем отыграли фигуру, пешка D проходная, все заканчивается, ну, здесь черные могут сыграть не конь A3, не сделать плохой код, пытаться сделать хороший конь E5, на самом деле хороший он весьма относительно, то есть все равно последствия для черных печальны, конь B4, теперь наконец забрали качество, у белых на доске, правда, всего лишь ладья за две фигуры черных, и пешку, кстати, но это временное явление, в моменте, как принято говорить у финансистов, взятие на биржевых игроков, скажем так, взятие на A6, теперь уже для белых лишние качества, и решающая атака, черным плохо, то есть ферзь G4 было правильное решение, которое, видимо, обеспечило белым решающее преимущество, это в ситуации, когда Фабиана Куруана уже выиграл первую партию черными, ему устраивает в спортивном отношении ничья во второй, и плюс у него перевес, ну, вот сыграл Фабиана Куруана так спокойно, академично, ферзь E1, защитил коня C3 своим слоном, коня A3, шаг теперь, взятие, взятие, и белые играют конь B4, забирая качество, что является ошибкой, ошибкой, вот, правильно было сыграть конь E2, вот конь E2, обеспечил то, что надо белым, потому что атакована ладья, стоящая на поле B4, ферзем, ну, может там играть как-то слон E4, взять те, взять те, но здесь тактический мотив, конечно, то есть можно, вот увидев под слон E4, решить, что не проходит все это дело, здесь нельзя брать ведь ладью из-за ферзь B2 мат, можно, правда, взять вот так вот, и после этого нанести двойной удар, убийственный для черного ферзь H1, атакована ладья, атакована слон H8, ну, можно, конечно, взять коня, тогда берем H8, и после хода короля F8, атакуем, постепенно подтягиваем ладью, по линии G, и ничего не успевают, черные сделать, а на ход ладья D2, пытаясь какую-то контактуру получить, то есть, на самом деле, защита от удара ладья B4, с ладья B4, то ладья D1 шаг, и мат на поле C1, но можно отступить ферзем, и оказывается, что ладья вытесняются, белый ферзь H8 выйдет в люди, на даже 4 белые возьмут потом шахом, если король G7, пешку, и безнадежно совсем у черных, они проигрывают форсированно, это срочи хода конь E2, который был правильным в этой позиции, угрожает, подчеркиваю, или повторюсь, ферзь бьет B4, а не конь бьет B4, конь бьет B4, это мат с поля B2, ферзь бьет B4 сыграть можно, это страшная угроза, но было сыграно конь бьет B4 сразу, качество забрали, и ситуация стала неясной, была выигрышной для белых позиций, а стала примерно равная, сложная, с хорошей компенсацией у черных за качество, с неплохой компенсацией, ферзь А3, С3, защищаясь от мата, перекрывая диагональ, ферзь B2 мат грозила, слон Е5, конь D4, конь F6, черные консолидировали, все фигуры вошли в игру, вспоминаем, то есть считаем пешки, у черных 6 пешек, у белых 5, то есть слон и пешка за ладью, но у белых тоже ослаблено положение короля, у черных гармоничные фигуры, отлично расположены, полная компенсация, но не более того за качество, ферзь C5, B4, ферзь C4, ну надо ли было играть на C4, вопрос философский, как ни странно, может быть правильным решением был удар на D4, вот такой вот ход, странный, странноватый, с тем, чтобы перевести игру в окончание, а в случае играть на D4, занять ферзем сильную поле на E5, и вот гармония расположения черных фигур очень высока, и это дает им полную компенсацию, у белых подослаблен король, черный король не слаб, то есть непонятно, где он будет себя позиционировать, на каком поле, то ли на E7, то ли на F8, даже G7, ну можно не торопиться с переводами какими-то, то есть у черных здесь полная компенсация, торопиться опять же не надо, и примерное равенство в сложнейшей позиции, ну было сыграно Ферзь C4 поактивнее, теперь F4, сыграл Фабиана Круада, и получил чуточку лучшую игру, взятие, Салон бьет F3, A5, довольно логично, но не совсем правильно, то есть черные не готовы к тому, чтобы жертвовать пешке, и переходить в контратаку, объективно, но хочется, хочется конечно, тем более в такой спортивной ситуации, сыграть A6, A5, Салон E2, отвечает Фабиана Курада, может быть стоило B2 сыграть, и непонятно, что вообще удается достичь, может даже A3 сыграть, как ни странно, потому что не опасен удар на D4, но B2, довольно логичный, видимо правильный оптимальный ход, уже сыграли Салон E2, Салон бьет E4, шаг, контрудар черных, удар, который не хорош, неправильный, нужно было отступить ферзем, и сохранить удрозу, Салон бьет E4, отдать пешку на B5, и все там далеко не так ясно, ну взяли белые пешку на B5, но на E4 у них висит, позиция подскрылась, у черных шансы на контратаку, или просто на атаку на первого короля, Салон E4 же после король B2, приводит к тому, что черные лишь подставились дополнительно, если бы здесь Фавиан Куран сыграл Салон бьет B5, скорее всего, в такого рода вариантах, он просто выиграл партию, надо же еще хладнокровно взять на А5, и сделать ставку на свою проходную, и на то обстоятельство, что Салон на B5, вместе с конем, ну главным образом, Салон на B5, поддержанный пешкой А, там А4 белый готовы сыграть, полностью прикрывает белого короля от атак, а конь D4 прикрывает от атак по диагонали этого самого короля, ну конь D5 сыграть можно, там на C3 подвисает пешка, но белые отступают назад, не берут слона, и зафер бьет C3, и заходит тупик атака черных, даже атаки нет, инициатива, или попытки развить инициативу заходит в тупик, вот, ну было сыграно конь B5, сыграл так Фавиана Курана, и это очень неверное решение, поначалу оно выпускает лишь решающее преимущество, позиции выравнивается, взятие на B4, и теперь нужно было сыграть конь бьет D6 шаг, взятие, 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 но теперь если ферзь бьет C3, тогда ферзь B8 шаг, двойной удар, и выигрывается ладья, но можно сказать, конечно, Салону B5 шаг откупится Салоном, ну хрен речь, я не сращиваю, черных выигрышная позиция в любом случае, вот, поэтому бить на C3 после Bc нельзя, нужно было бы отступить, тогда ферзь C7, начинается вот такая вот возня, может сыграть ферзь B6, но это сложное окончание, две пешки за качество у черных, далеко продвинутая пешка C, у белых проходная подлинья, но ее можно задержать, короче говоря, у белых лишь чуточку лучше, все-таки у белых, а не у черных чуточку лучше, но, скорее всего, объективно, как ни странно, позиция ничейная, но вместо кода конь бьет D6 правильного, белые сыграли король C1, делают ставку Фабиана Куэра на атаку, все это происходило в условиях дефицита времени жуткого, разумеется, такая уж игра, вспомним, кстати, что у Фабиана Круана, ну, ему подарок, приплесит, совершенно царский, на тайбрейке, даже в Армагеддоне, первого этапа, Джеффри Шонг, в выигрышной для себя позиции, просрочил время, игра шла на флажках, и вообще уже игра ушла не в шахматы, а в часы, так сказать, показания на часах, без добавления Армагеддон проводится, то есть нет даже такого символического добавления, там, 1-2 секунд, что, конечно, очень обостряет борьбу, скажем так, ну, в данном случае, что происходит, Д5 играют черные, и у них перевес, реальные шансы неожиданно получил, здесь, Сэм Семян, сравнять счет, и перевести снова игру в Армагеддон, как, я говорю, почему снова, потому что Фабиана Круана, второй раз, сыграл тогда Армагеддон, в этом соревновании, вот, ну, Конь Д7 выигрывал, у Фартии просто форсировано, такой странный ход, хотя, по-своему, логичный, главный вариант какой, Ферзь заступает назад, прицеливается вторжением на Ж8, Королев Ф8, чтобы не было никакого вторжения, на белого края просто идет атака, а белому нечем возразить, например, там Ферзь Е3, взятие, ну, дальше подтягиваем фигуру, атаки у белых нет, у черных есть, и плюс у них 3 пешки за качество, словно 3 пешки за ладью, нет, да, словно 3 пешки, а не кони, словно 3 пешки за ладью, у черных решающее преимущество, после Конь Д7, ну, словно в 4 было сыграно, шах, вспоминается, конечно, знаменитая формула, Пижон увидел шах, в данном случае, конечно, делящий дело не о том, что СМЛ Шенклинд, какой-то пижонный, что-то такое, ну, просто блиц, блиц, ну, что вы хотите, теперь надо было сыграть слон Е5, у черных лучше, не намного лучше уже, там, владеация 1, Белые окопались, не так здорово, как начальные позиции, от которой мы ушли, когда можно было забрать пешку на С3, а тут что, взять на С3 в такой редакции, но Белые ничего не отдают, теперь Конь Д7, слон Е5, Конь связан, но пешки на С3 у черных нет, Ферзь Б4, позиция у черных чуточку лучше, и они обязаны, во что бы то ни стало выигрывать, слон Б5, Ф5, вперед, на самом деле, объективно, позиция равная, вот, как ни странно, несмотря на свою сложность, и надо было сыграть Король Д8, со сложной игрой, там Конь бьет Е4, ФЕ, и дальше играем, дальше играем, Белые могут сыграть там А4, как-то вот так, Ферзь С7, но, чем все закончится сказать трудно, но понятно, что Белые не рискуют, если не будут грубо ошибаться, не рискуют проиграть, а было сыграно с слон Ф3, и это неудачное решение, потому что после Л1 начинается атака по центру, и, вместо хода Ферзь С7, который поддерживал относительное, ну, неравенство, напряжение уж точно, сыграл здесь совершенно ошибочно, на висящем флажке Сен-Семенса, он бьет С3, и, конечно, но то, что здесь случилось, если вам сказать не случилось, ну, может произойти только в Блице, а мы свидетели Блица, действительно, или там очень быстро в Рапида, 10 плюс 5, напомню, контроль, а тут времени совсем не оставалось, короче, должен был Фабиана Куруана спокойненько взять на Е6, и дать мат несколько ходов, если король Ф7, тогда шах, тогда шах, здесь важно не сыграть Ферзь Ж7, все-таки ходу бедно с Л1 С3 работает, а увидеть, что можно дать шах и по-другому, вот так, Ферзь Х4, и мат два хода, то есть, может быть, этого не досмотрел Фабиана Куруана, то, что на Е6 ход все-таки хочется сделать, вот так сыграть хочется, владеет Е6, это понятно, а что было бы, если бы не на Е7 прибежал в черный король, где он получил мат очень быстро, а на Д8, тогда Ферзь Е7, ну, и говорить не о чем, потому что просто забираем Ферзя, дальше еще забираем Саладан С3, и все, то есть, с точки зрения шахмата все, с точки зрения Блица, но уж не знаю, сколько у них там оставалось времени, но 5 секунд добавления-то много, поэтому с лишним Ферзем за фигуру, конечно, все равно легко выигрывается такая позиция, даже при 5 секундном добавлении, вот, ну, так сказать, мрачно пошутил я, но было сыграно не, владеет Е6, а быстро, хватит, на С3 взяли материал, с Ферзь Е7 ответил Фабиана Куруана, и здесь, ну, у белых, конечно, относительно безопасная позиция, но все далеко не так просто, даже какие-то надежды у черных могут быть, в практической игре сложно свои три проходные пешки надвинуть, и побороться не только за ничью, но и за победу, хотя объективно, конечно, позиция в пользу белых, их проходная, это более существенный фактор, чем что-то такое черных, у черных три проходных, но их дольше двигать, Д4, король пошел вперед, Д3, Ладжаев 1, Д2, ну, вот здесь, понимаете, вот, вроде вы по моим интонациям, по моим словам, могли предположить, что все в этой партии уже осталось позади, что белые просто добивают соперника, и все заканчивается, то ли победой Фабиана Круана, и то ли ничьей с позицией силы, когда для Фабиана Круана ничья равносильно победой, уход Ладья Д1 выигрывал, вот подставится под удар слона, угрожает Ладья бьет Д2, пешка идет вперед, если забрать на Д1, то А8 ферзь, не успеваю черную ничего предпринять, поскольку ферзь штука хорошая, и угрожает, ну, самое простое, по-человечии простое, это ферзь, Д8 шаг на наступление слона, а потом ферзь бьет Д2, ну, там на короле Е6 можно еще замотовать солнце 4 черного короля, вот так он был сыграть, Ладья Д1, а вместо этого Фабиана Круана взял на Ф3, опять же, это такой нервный ход, игра рукой, Д1 ферзь и А8 ферзь, ну, и вот здесь, на висячих флажках, черные сыграли ферзь Д4, что проигрывает, но, вместо, вот, извиняюсь, поставили вперед пешку, ну, вместо хода ферзь Д4, который сделал здесь Сэм Семен, можно было сыграть ферзь Б1, и этот ход не проигрывал, а выигрывал, черные форсировано выигрывают, в чем хитрость, ну, в втором короле С4, если тогда Ферзь С1 шаг, почему, зачем все это делаем, кстати, тот же самый шаг был бы дан, вот здесь, если белые отступили своим королем на поле С3, то все равно Ферзь С1 шаг, и все равно приходится идти на Б4, и черные усиливают позицию ферзя, перемещая его на поле Б2, и не позволяя белому королю уйти на С4, если король С4, то мат в один ход вот такой, можно зевнуть, не досмотреть, что это мат, а если король А5, тогда просто даем шаг, и забираем Ферзя, все, то есть с точки зрения оценки позиции, все, можно, конечно, просрочить время, как поступил Джеффри Шонг, сам себя не обязан повторять, это спортивный подвиг, тем более, что это не Армагеддон, а все-таки игра с 5-секундным добавлением, но все понятно, то есть Ферзь Б1, просто вот еще раз повторяю вариант, несложный вариант, ну, там, пятиходовый, и черные выиграли, а он дал, ну, в некотором смысле более естественный шаг, вот отсюда, поразал, видимо, что нужно обязательно сыграть здесь король А3, а С4-секундный, вот, опять же, можно как объяснить, то, что не с того поля был даден шаг, что белый король куда-то должен наступить, на А5 или А3, тогда Ферзь А1 шаг, забрали Ферзя и выиграли партию, а С4-секундный, ай-яй-яй, Ферзь Д2 шаг, ну, в любом случае, с Б3 белые легко закрываются, но Ферзь Б2, поэтому Ферзь Д2 шаг, ладья С3, если Ферзь Б2, тогда слон Б3, шаги кончились, и все, на взятие на Б3 белые даже не будут забирать этого самого слона или коня на Б3, а просто дадут мат черному королю в несколько ходов в два хода, ну, на конь Б3 дается вот такой мат, я увидел этот мат, как самое простое решение, а, ну, не в два хода, в большую числу ходов, давайте доведу дело до мата, может быть, покороче этот мат можно было дать, ладно, Ферзь Б2 нехорошо, а конь Д7, ход сделанный в партии, тоже нехорош, потому что Ферзь дает шаг, еще один шаг, если король Ф8, то Ферзь Ф7 мат, нужно играть на Д8, теперь Ферзь Ж8 шаг, если король Е7, тогда шаг с Е6, и Ферзь бьет Ф5, вот так, вот проще всего взять пешку, не нужно повторять позицию, может, Фабиан Акурана Бэйн начал повторять позицию, извиксировал бы победу для себя, ничью, не знаю, а после король С7, следует слон Б3, шаг ладьей, между прочим, ну и довожу партию до конца, до того момента, когда все завершилось уже чисто формально, так сказать, юридически, теперь проще всего было сыграть слон Д5, и дать мат в три хода, ну, такой банальный шаг и мат, ну, блиц есть блиц, король А3 сыграл Фабиана Куруана, понадежнее, ладно, Ферзь Д4, Ферзь А5 шаг, теперь Ферзь Б4, размен Ферзей, поменяем Ферзей, чтобы ничего не зевнуть, и как ни странно, после этого хода, Сэм Семян признал себя побежденным, так вот закончилась борьба в этом матче, подводим итоги, полуфиналов основной сетки, Левуна Роняна уступила Лениеру Домингесу, ничего сверхинтересного в этом матче не произошло, ну, в первой партии, конечно, была сумасшедшая, очень интересная борьба, во второй партии ничего интересного не произошло, белыми Лениер Домингес легко сделал ничью, но что касается Сэма Семяна и Фабиана Куруаны, то все-таки фаворит Фабиана Куруана выиграл, пусть и в драматической борьбе, на тайбрейке, то есть в основных двух партиях ничего интересного не происходило, сверхинтересного в этом случае точно, первой партии Фабиана Куруана чисто техническими средствами, по большому счету, выиграл черными, а во второй партии были вот такие умопомрачительные осложнения, события, качались, так сказать, весы, или что там еще качается, качели, из стороны в сторону, то у одного выиграно, то у другого, мог Сэм Семяна имел шанс сравнять счет, но это ему не удалось, и Фабиана Куруана выиграл 2-0, а общий счет 3-1 в его пользу, и он в финале, где соперником Куруаны будет Лениер Домингес. Что касается утешительного турнира, Элиминейшн, вот этот самый турнир, то есть в нем участвует, утешительный турнир почему? Потому что участвует в нем проигравший в основной сетке, и игра проходит в быстрые шахматы, причем не с контролем, каким ужасным, ну каким, по рублицовым 10 плюс 5, с которым проводятся все тайбрейки, а 25 плюс 10, то есть вполне гуманный, хороший, медленный, медленный быстрый контроль, медленный рапид, и тем не менее не обошлось без Армагеддона тоже, Рэй Робсон в Армагеддоне выиграл Сэма Шинкленда, а что касается Уэсли Соу и Джеффри Шонга, то фаворит Уэсли Соу выиграл в основное время, достаточно убедительно, со счетом полтора на пол очка, и в финале, ну если я сейчас сказать в полуфинале, если говорить в целом, то это все-таки не полуфинал, а четвертьфинал, то есть с натяжкой, то есть продолжит борьбу в этом турнире по рапиду, Рэй Робсон и Вэсли Соу, соперниками которых будут проигравшие в основном турнире на этапе полуфинала, то есть Ливон Аронян и Сэм Севян. Ну что ж, на этом наш очередной выпуск, посвященный Американ Кап, Кубку Америки подошел к концу. Перед тем, как пройдется, я по традиции призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал, те, кто не сделал это ранее, ну и разумеется, обыгрывать своих соперников, коль скоро вы играете с ними в шахматы, очно или заочно, как принято говорить онлайн. А пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok